Во время страды для тружеников полей каждый погожий денек дорог, но урожай собран и аграрии могут отдохнуть от сельхозработ, немного перевести дух. После подведения результатов уборочной страды сельские труженики Славянского района в городском Доме культуры отметили свой главный праздник – День урожая. Рисовые чеки, расположенные вдоль дорог, сегодня пусты и ухожены. Земля, давшая хороший урожай, отдыхает. А рисоводы, потрудившиеся на славу, отмечают заслуженный праздник, ведь каждый из них внёс свой вклад в урожай 2016 года. В этом году он особый. Труженики полей Кубани достигли великолепного результата, собрав миллион тонн белого золота. Из них порядка 350 тысяч тонн – вклад Славянского района. Под аплодисменты участников праздника, которых по давней традиции украшают алые ленты победителей, были названы те, кто добился великолепных результатов в работе. Поздравил тружеников глава Славянского района Роман Синеговский. На Кубани очередной прорыв. Мы собрали миллион тонн кубанского риса, 349 тысяч тонн риса. Это Славянский район. Чтобы вы понимали, это более 30% всего урожая Краснодарского края. Это более 20% урожая нашей страны. Вы действительно герои. Все герои. Потому что мы вместе с вами выполняем продовольственную безопасность нашей Кубани, продовольственную безопасность нашей страны. Лучшим миллиаратором, механизатором, поливальщиком, водителем, руководителем предприятий Роман Синеговский вручил почётные грамоты, благодарственные письма и денежные премии. По итогам сельхозгода среди предприятий, добившихся наивысшей урожайности на уборке риса, первое место вновь заняла агрофирма «Приволье» с урожайностью более 84 центнеров с гектара. Цифры, которые ещё несколько десятилетий назад казались нереальными, а всё благодаря упорному труду тружеников и новой современной технике, считает руководитель предприятия Сергей Логошин. Сам аграрный год, если говорить о сложности, сложности есть. И в уборке сложности были, и погодные условия мешали. Но вложились вовремя в связи с тем, что привлекли ещё дополнительно комбайны на уборку, привлекли дополнительно транспорт. И, в общем, кроме собственных сил, ещё была привлечённая техника. Вот и наступил тот день, когда аграрии могут перевести дух, утереть трудовой пот. Ведь сельскохозяйственный марафон продолжается круглый год. Как никто другой, это знает главный инженер гидротехника агрофирмы «Приволье» Сергей Петриенко. Наша задача – поливать рис, вовремя обеспечить водой, ремонтировать системы. Это зимой имеются в виду и дартехнические сооружения. Каналы подготавливать, чистить от сорной, от растительности, от замуления. Ну, в основном, мы, как говорится, мы в помощь агрономам. Рисоводы, как правило, скромны и о своих успехах хвастать не любят. Говорят, работают не ради рекордов, а чтобы у всей страны на столе был кубанский рис. И это невысокие слова, ведь 80% всего российского риса в стране обеспечивает кубань. Аграрии в очередной раз доказали, что наш край не только здравница и жемчужина России, казачий и песенный край, но и житница, кормилица страны. День урожая в этот день прошел и в станице Петровской. Труженики предприятия «Зао Приазовская» также потрудились в этом году на славу. По итогам сельхозгода среди предприятий, добившихся наивысшей урожайности на уборке риса, второе место у «Зао Приазовская» – 78 центнеров с гектара. Руководитель предприятия Иван Сирота поблагодарил рисоводов за работу. Ведь в каждом колоске бесценного урожая – титанический труд, нечеловеческое терпение и частица души каждого труженика. А еще это победа науки и современных технологий. И можно без преувеличения сказать, что сельское хозяйство района – одно из передовых в крае. Надежда Калинина, Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».